Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я заставлю работать вот эту обыкновенную перегоревшую светодиодную лампу, которая не подлежит ремонту, работать на обычной воде. Вообще, ремонтировать такие лампы я не вижу никакого смысла. Почему? Потому что светодиоды во всех лампах разные, а перемычки ставить это ненадолго. Её проще выкинуть. Но я решил из этой лампы сделать такой неплохой ночничок, работающий на воде. В общем, как видите, я уже эту лампочку разбирал, чтобы провести анализ. В общем, 4 светодиода у меня уже вышли из строя. А значит, здесь отсюда мы уже взять ничего не сможем. Что необходимо сделать? Необходимо раздобыть парочку каких-либо светодиодов, ну и необходимо сделать элемент питания. При помощи канцелярского ножа я снимаю остатки компаунда. А при помощи кусачек я удаляю драйвер и сгоревшие светодиоды. Мне удалось у себя найти 2 3-х ваттных светодиода, которые я и буду использовать в этом фонарике, и включу их параллельно. Светодиоды на подложку я приклеиваю при помощи обычного термоклея и припаиваю их параллельно при помощи медной проволоки. В качестве отрицательного электрода я буду использовать тонкий лист алюминия, который можно с легкостью раздобыть из банки от газировки. А в качестве положительного электрода я буду использовать тонкую листовую медь. Размечаю ячейки необходимого мне размера, в моем случае это 35 на 20 миллиметров, и отрезаю их при помощи ножниц по металлу. После резки ячейки все изогнуты, и их необходимо обязательно выровнять, для этого хорошо подходит обычная стальная труба. После выравнивания у меня получились ровные пластинки, 6 медных и 6 алюминиевых. Далее я припаиваю провод к медной пластинке, это будет плюс. И припаиваю провод к алюминиевой пластинке, это будет минус. Сепаратор я изготовлю из обычной кухонной салфетки. Разрезаю я салфетку ножницами на 6 ячейк, такого же размера, что и металлические пластинки. В качестве электролита для алюминия больше всего подходит щелочной раствор. Я использую щелочь натриевую, ее также можно добыть из средства для чистки канализации, называется крот. После полного растворения щелочи я промакиваю нарезанные салфетки, и раскладываю их на отрезки стекла. Чтобы не тратить много времени для сушки, я сушу их при помощи обычного фена. Также, еще необходимо изготовить угольный электрод. Для его изготовления я буду использовать графит. Но подойдет и активированный уголь в таблетках, и обычный уголь из костра. В графит я добавляю столярный клей для связки, и разбавляю все обычной водой. После тщательного перемешивания, консистенция должна иметь сметанообразную форму. Далее, я кистью намазываю смесь на салфетку, с обоих сторон, и просушиваю все при помощи фена. После полной просушки, получился прочный токопроводящий электрод. Нарезаю 6 ячеек по металлическому образцу, и у нас все готово. Приступаю к сборке элемента питания. Беру медную пластинку, далее графитовая пластинка, далее сепаратор, и далее алюминиевая пластинка. И все это повторяем заново. В итоге, получается 6 последовательно соединенных батареек. После сборки, я стягиваю пакет при помощи скотча, и элемент полностью собран и готов к работе. Вставляю элемент в патрон, в котором я уже проделал сквозные отверстия, для прохождения воды. И продеваю провода через пластинку. Припаиваю плюсовой провод к плюсу светодиода, и минусовой провод к минусу светодиода. И мы можем видеть небольшое свечение светодиодов. Это связано с тем, что я недостаточно просушил салфетки. Надеваю цоколь, и лампа готова к тестам. Для ее активации, ее достаточно один раз опустить в воду, и реакция сразу же запустится. Продолжение следует... Итак, мои дорогие друзья, подведем, как всегда, итоги. Вы меня, скорее всего, спросите, а для чего нужна вот эта вот бесполезная самоделка? Да все на самом деле очень просто. Я хотел освежить свои знания по изготовлению простейших элементов питания из подручных средств, и хотел поделиться этими знаниями с вами. Для чего это может пригодиться? Дело все в том, что в экстремальных ситуациях, когда нужен простейший элемент питания, хотя бы даже запитать простейший радиоприемник, вот это знание вам и пригодится. Насколько его хватит? Да светиться он на самом деле будет очень долго, больше суток. Имейте в виду, что здесь элемент питания очень маленький, мне пришлось его очень сильно ужать, что вставить сюда. Но если сделать его нормального размера, нормально габаритным, то, в принципе, с него можно отжать даже хороший ток и на продолжительное время. Ну, получилось вот как-то вот так. Для тех, кому видео было полезным, не забываем ставить палец вверх. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока!